10 июля 1994 года победу на выборах одержал и стал первым президентом Беларуси Александр Лукашенко. Давайте поговорим о том, как мы, подростки, понимаем нашего лидера и к чему он призывает нас, школьников, стремиться. Меня зовут Стас Радовский и это лектория агентства Минск Новости. Александр Григорьевич Лукашенко занимал пост президента еще задолго до моего рождения, поэтому мне сложно воспринимать Беларусь без него. У президента к детям особое отношение. Я запомнил потрясающее чувство юмора, когда он общался с детьми на президентской елке. Мне было комфортно и легко. Он говорил с нами на равных, ну а теперь немного истории. 30 лет назад мои родители проснулись в новой стране. Мама говорит, что люди поверили ему. Ответственность, которую предстояло взять первому президенту, была колоссальной. В стране элементарно не было хлеба. Александр Лукашенко понимал, что ему будет нелегко, ведь нужно было избавить страну от бандитизма, коррупции, поставить заводы и фабрики на ноги. Родители иногда рассказывают про очереди, товары по купонам и непонимание, что же будет дальше. Но год за годом жизнь менялась. И решение родителей, чтобы на свет появился я, очень простое. У них была работа, стабильная зарплата, квартира. И они знали, что смогут воспитать двоих детей и дать нам все, что нужно. Сегодня школьники не задумываются, как изменилась наша страна за последние три десятилетия. Да и зачем? Мы воспринимаем как данность все возможности, которые открыты перед нами. Кто хочет, тот делает. Итак, что мы должны знать об институте президентства в Республике Беларусь? 15 марта 1994 года Верховный Совет принял Конституцию Республики Беларусь. Страна объявила себя президентской республикой. Летом того же года состоялись первые выборы президента Беларуси. Они проходили в два тура – 23 июня и 10 июля. Для успешного управления страной требовалось создание сильного президентского института. Это был единственно правильный выбор, чтобы развиваться дальше. Но главным для молодого президента была справедливость, которую он обещал своим избирателям. И этот принцип остается сутью его политики до сегодняшнего дня. Основы института президентства – лидерство главы государства и его способность принимать стратегические решения. Сегодня президент Беларуси обладает исполнительной властью и значительными полномочиями по управлению государством. За 30 лет институт президентства стал одним из ключевых элементов политической системы Беларуси. Если говорить о достижениях, то список будет долгим. Главное – у нас есть постоянное стремление к улучшению качества жизни. У меня складывается впечатление, что он досконально разбирается во всем. А экономика – это не просто какие-то цифры и показатели. Успешность в собственном ощущении – хочу ли я жить в родной стране, если у меня здесь возможности для полноценной жизни и развития. А еще для меня одно из самых главных достижений – отсутствие вооруженных конфликтов. Это я начал понимать, когда увидел, во что превратили Украину и что творилось в августе 2020 года. Давайте обсудим речь президента на митинге в августе того года. Он вышел к беларусам и сказал А теперь на полках магазинов изобилие товаров. Думаем ли мы о том, что будем есть сегодня? Но это смешно даже об этом говорить. Вы просили 20 долларов заработной платы. Вы просили запустить, раскрутить заводы, спасти. Вы просили трактор, вы просили комбайн, чтобы спасти село. 20 долларов зарплаты? Как это? Вы просили тогда не приватизировать заводы и фабрики. Вы просили тогда не отнимать у крестьян землю. Он сделал все, чтобы наши предприятия в большинстве оставались государственными. В то время частник захотел – заплатил, захотел – выгнал. В той же Прибалтике закрылись сотни заводов. В Минске могли исчезнуть и минский автомобильный, и минский тракторный. Куда бы пошли работы 30 тысяч человек? Стали бы мигрантами или бандитами? А государство гарантирует, что человек всегда получит свои деньги, выплатит больничный и предоставит весь социальный пакет. Вы просили не вводить платную медицину и образование? Для примера я посмотрел, сколько стоят медицинские услуги в Европе. Нет такого понятия, как участковый врач. Скорая помощь в Америке приедет человеку, лишь когда он при смерти. В Европе вызвать врача, если у тебя поднялась температура – 60 евро. А если у тебя нет страховки, то прием у доктора обойдется до 1000 долларов США. Вы просили вернуть честь офицеру и солдату, которому боялись проходить на улицу! Сегодня никто из подростков не боится выходить на улицу. И мы безопасно гуляем по вечерам. Менчане довольно часто говорят, что оставляют свои автомобили открытыми, не боясь, что их могут ограбить. Честь мундира. Мой дед был военным, второй отслужил в ВДВ. Я горжусь ими. Нельзя любить родину наполовину, нельзя учиться наполовину, если ты чего-то хочешь достигнуть в жизни. Так говорил мне дедушка. И все-таки, не зря президента называют батьком. Для меня отец – это авторитет и человек, на которого хочется равняться и заслужить его одобрение. Так вот, президент – это отец всего нашего белорусского народа. Сильный, требовательный и ответственный. Что я хочу в завершении сказать всем своим сверстникам? Мы никогда не жили так хорошо, как сейчас. Наш президент работает для страны и для народа, а не для того, чтобы свои амбиции удовлетворить и заработать побольше денег. Так и мы должны. Мы живем в своем государстве. Скоро мы станем взрослыми, чтобы научиться разбираться, надо быть образованным. Тогда никакие не страшны враги. Перед нашим поколением стоит не менее важная задача – не растерять все то, чего достигли наши родители под руководством Александра Лукашенко. Но если вы хотите разобраться в любой спорной ситуации, слушайте президента. Как он говорит, так потом и получается.